Вчера, 1 апреля, для кого-то в день дурака, а для кого-то в вербное воскресенье, единственный рыбный день в Великом Посте, образца 2018, терминаторы из АО РВС, что значит работы взрывные и специальные, добили-таки нашу телебашеньку, то есть снесли оставшийся с 24 марта 30-метровый пенек в виде хавпайпа, то бишь полутрубы. Как и основную тушу телестолпа, пенек РВСовцы завалили филигранно, изящно, легко. Чувствуется, что у компании за плечами более двух сотен снесенных больших труб. Для уничтожения башенного пенька профессионалы использовали экскаватор со сверхдлинной стрелой и гидроножницами на конце. Пенек был не то чтобы совсем уж неустойчивый, но была у него своя ахиллесова пита. И достаточно было ее пощекотать гидроножницами, и пенек ростом с девятиэтажку рухнул как подрубленный. Нельзя сказать, что без шума и пыли, но главное, что упал он не на экскаватор, а на земляную подушку, ну ту самую, на которую рухнула основная часть ствола. Тот скажет, ну вот и все, закончилась эпоха. Екатеринбург снова стал безбашенным, как до 87-го года. Но, друзья, это еще не конец истории. Впереди терминаторов ждет 11-метровый ростверг, который всегда считался неотъемлемой частью нашей башни. С ним, конечно, будет попроще, и его убьют в рабочем режиме, как обычный четырехэтажный домишко. Но все равно это предстоит сделать. Впрочем, это уже текучка. 220-метровый столб, состоявший из 88 колец, практически весь рухнул. Все, по большому счету можно считать, что с башней покончено. Терминаторы обещали с пнем разобраться за пару недель, управились быстрее. Чинарик завалили на девятый день после сноса башни. Возможно, вчера даже кто-то отмечал девятый день. Ведь пока башня стояла, на ней же писали лазером «Я живая». Кто знает, вроде бетона кусок, а ну как действительно живая была, с душой. И может, это не такая уж и блажь отмечать девятый день по башне. Пусть даже и шуточно. Ведь вчера был день юмора и веселья, 1 апреля. Но рухнул пенек вообще ни разу не шуточно. Хотя в целом, конечно же, бодро и весело. Напомню, что после зачистки этой территории УГМК начнет строить на месте убитой башни ледовую арену на 15 тысяч мест для хоккейного автомобилиста. К концу следующего года обещают управиться. Ну а мы, друзья, давайте на пассажок посмотрим еще раз, как погибает в два приема самый высокий недострой на планете Земля. Продолжение следует... Продолжение следует...